Здравствуйте, дорогие второклассники! Сегодня мы с вами будем открывать новые тайны нашей речи. Давайте вспомним, какие части речи мы уже знаем. Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Перед вами слова. Посмотрите, чем кроме значения они различаются. Они разные по написанию, они напечатаны разным шрифтом, они различаются по цвету. Но кроме всех этих признаков, они различаются тем, что это разные части речи. Давайте попробуем распределить эти слова по частям речи. Теремог. Что? Имя существительное. Лиса. Кто? Имя существительное. Веселый. Какой? Имя прилагательное. Отдыхать. Что делать? Глагол. Белое. Какая? Имя прилагательное. Я надеюсь, что вы успешно справились с этим заданием. Но почему мы распределили не все слова? Потому что они не относятся ни к одной из изученных частей речи. Мы употребляем эти слова в своей речи? Да. Мы можем обойтись без них? Нет. Сегодня мы познакомимся с новой частью речи. Из какой сказки эти слова? Стоит в поле теремог. Теремог не низок, не высок. Я думаю, все знают русскую народную сказку «теремог». Каким словом по смыслу мы можем заменить слово «теремог» по второй строке, чтобы не нарушался ритм стихотворения? Заменим словом «он». Послушаем, что получилось. Стоит в поле теремог. Он не низок, не высок. В сказке мы использовали вместо существительного «теремог» слово «он». Слово, которое мы использовали вместо имени существительного – это местоимение. Послушайте стихотворение. Я о себе такого мнения. Огромна роль местоимения. Я делу отдаюсь полна. Я заменяю имена. Запомните. Местоимение – это часть речи, которая указывает на предмет, но не называет его. Я, ты, мы, вы, он, она, оно, они – это местоимения. А теперь попробуем найти местоимения, которые спрятались в словах. Яма, сон, корона, вымыты. Проверим себя. В слове «яма» местоимение «я». В слове «сон» местоимение «он». В слове «корона» местоимение «она». В слове «вымыты» спрятали в целых три местоимения. Вы, мы, ты. Я думаю, все справились с этим заданием и знают, в какой части речи мы отнесем слова, которые не смогли распределить в начале урока. Слова «я», «мы», «оно» – это местоимение. Давайте повторим, что мы узнали сегодня на уроке. Местоимение – это часть речи, которая указывает на предмет, но не называет его. Я, ты, мы, вы, он, она, оно, они – это местоимение. И в конце нашего урока давайте выучим стихотворение, которое поможет нам запомнить новую часть речи. Я и мы, ты и вы, он, она, оно, они – это без сомнения все местоимения. Для закрепления полученных знаний я рекомендую использовать учебник «Русский язык» Канакина-Горецкий, выучить правила на странице 101 и выполнить упражнение 173 на странице 101. Спасибо за внимание. Добрый день, дорогие второклассники. Тема сегодняшнего нашего урока – приемы умножения и деления с числом 10. Но прежде чем мы начнем изучать новую тему, давайте с вами повторим, что же такое умножение, переместительное свойство умножения и связь умножения и деления. Выполним следующее задание. Необходимо найти количество яблок, расположенных по рядам. Для того, чтобы найти общее количество яблок по рядам, необходимо к 5 прибавить 5. Но мы уже знаем, что сложение одинаковых слагаемых можно заменить умножением. И это выражение выглядит так. 5 умножить на 2 получится 10. А теперь давайте с вами посчитаем общее количество яблок, складывая их по столбикам. Сколько их будет всего? 2 прибавить 2, прибавить 2, прибавить 2 и еще раз 2. Получается 10. Заменим это выражение умножением. Получится 2 умножить на 5, получится 10. А теперь давайте вспомним, как называются компоненты умножения. Первый множитель, второй множитель и произведение. Скажите, пожалуйста, а что же будет, если мы возьмем произведение и разделим на один из множителей? Правильно. Если мы возьмем произведение и разделим на первый множитель, то мы получим второй множитель. 10 разделить на 5, получается 2. А если мы возьмем произведение и разделим на второй множитель, то мы получим первый. 10 разделить на 2, получается 5. Вот мы с вами и повторили, что такое умножение. Мы повторили переместительное свойство умножения и повторили связь умножения и деления. Ну а теперь приступаем к нашей новой теме. Приемы умножения и деления на 10. Наша задача сегодня научиться выполнять умножение и деление с числом 10. Давайте выполним следующее задание. В каждом пакете по 10 кубиков. Как найти, сколько кубиков в двух пакетах? Можно к 10 прибавить 10, получится 20. Но мы уже знаем с вами, что умножение одинаковых слагаемых можно заменить умножением. Поэтому, чтобы найти количество кубиков, можно 10 умножить на 2. Если 10 умножить на 2 будет 20, то 2 умножить на 10 будет тоже 20. Скажите, пожалуйста, а если я 20 разделю на 10, сколько получится? Правильно, молодцы. 20 разделить на 10 получится 2, а 20 разделить на 2 получится 10. Умнички. А теперь попробуем выполнить задание номер 1 из учебника. Рассуждая так же, составим равенство по образцу. Сколько будет, если мы 10 возьмем 3 раза? Получается 30. Если 10 умножить на 3 – 30, то 3 умножить на 10 будет тоже 30. А если мы возьмем произведение 30. А если мы возьмем произведение 30 и разделим на 3, то получится 10. А если разделим на 10, то получится 3. Продолжаем. 10 возьмем 4 раза, получается 40. Если поменяем местами множители, 4 умножить на 10 будет тоже 40. А теперь берем произведение 40 и делим на 4, получается 10. А теперь произведение 40 делим на 10, получается 4. Разберем еще один пример. 10 возьмем 5 раз, получается 50. Если поменяем местами множители, 5 умножить на 10 будет тоже 50. Произведение 50 разделить на 5, получается 10. И 50 разделить на 10, получается 5. Рассуждая таким образом, я думаю, что вы без проблем составите следующее выражение самостоятельно. И последним вашим выражением будет выражение 10 умножить на 10, получается 100. А если 100 разделить на 10, получается 10. Молодцы. Ну, давайте сейчас подведем итог и посмотрим, что же мы будем делать и как легко можно умножить число на 10. При умножении числа на 10, к нему можно приписать справа 1, 0. Причем при умножении любого числа. А при делении числа на 10 справа от него можно отбросить 1, 0. Это касается правила любого круглого числа. Скажите, пожалуйста, а где нам могут пригодиться знания, которые мы сегодня с вами получили? Абсолютно верно. При решении задач. И сейчас мы с вами попробуем решить задачу из учебника на странице 74 номер 3. Повар разложил 40 пирожков поровну на 10 тарелок. Какое действие нам необходимо выполнить, чтобы найти, сколько пирожков будет на каждой тарелке? Еще раз внимательно саму фразу 40 пирожков разложили на 10. Молодцы! Для того, чтобы найти, сколько пирожков будет на одной тарелке, нам необходимо выполнить следующее действие. 40 разделить на 10. А теперь пользуемся нашим правилом. Если круглое число разделить на 10, что можно сделать, чтобы найти ответ? Правильно. Необходимо справа от этого числа убрать 0. Получается 4 пирожка. Ответ. 4 пирожка на каждой тарелке. А теперь давайте составим с вами обратную задачу к этой задаче. На каждой тарелке лежало по 4 пирожка. Таких тарелок было 10. Нам необходимо найти общее количество пирожков, которые лежали на этих тарелках. Посмотрите, пожалуйста, сколько тарелок у нас есть. Молодцы! 10. Поскольку пирожков лежит на каждой тарелке, по 4, правильно. Чтобы найти общее количество пирожков, что мы будем делать? Молодцы! Мы будем 4 брать 10 раз. То есть 4 умножить на 10. Пользуемся нашим правилом. Что значит умножить на 10? Можно к числу приписать справа 1, 0. Значит, 4 умножить на 10 получится 40. Ответ. Всего у повара было 40 пирожков. Ну а для того, чтобы нам закрепить тот материал, который мы сегодня с вами разобрали, я предлагаю вам на странице 74 к номеру 3 придумать еще одну обратную задачу и выполнить задание под чертой. Спасибо большое. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова